Друзья, всем привет! И мы сегодня с вами... Нет, не на рыбалке. Приехали на рыболовную выставку в Москву. По делам приехали, ну и заодно решили ее посетить. А самое главное, знаете, кто сегодня с нами? Ее Величество Татьяна. Ребята, тигрята, приветики. Весна такая себе здесь. Но все, кто меня ждал, вы дождались. Мы в Москве и прям туда. Да. Короче, не вытащите Татьяну на рыбалку, хоть на выставку вытащил. Идем, посмотрим, что там интересненького и вам все покажем. Погнали! Уй, народу прям вообще в количестве прям. Улучшили. А что туда заходить, что-то как-то страшно. Ребят, вы просто посмотрите. Это сани просто оборудованы. Нормально, да так? Когда появится у меня снегоход, либо мотособака, я себе такие сани первые куплю. И Таня что-то не заценила их. Прошла мимо, акцент не сделала. Тань, дай свою оценку саням. Спотыкнись. Добрая, добрая ты, девка. Ну да, чтобы Жека не дожидался, пока палатку поставить, он сразу прям на подходе. Да, да, да. Бил. И потом на пассажир. Так, что, вот смотри, какой шатер интересный. Но для лета, кстати, для лета плохо. Не открываются стенки, не будет продуваться. В нашу жару будет жарко. Здесь вон рыбу ловят, смотрите. О, имитация потяжки рыбы стоит. А, и там даже на экране ребят показывают рыбу, которую он тянет. Уровень. Блин, игра нормальная, может себе домой такое купить. Короче, оттачивать навыки вылаживания, нормальная история. Блин, на самом деле выставка, по-моему, очень маленькая. Но сейчас мы еще не все прошли, выводы в конце. Но что-то вот так вот, как-то туда-сюда, и вроде уже все заканчивается. Сейчас еще в Охотничий сходим, ряд. Там техника должна быть, тоже интересно, что там будет. Но посмотрим, посмотрим. Пока что выводы делать рано. Вот почему Таня не бывает на рыбалках, ребят. О, а это, кстати, ребят, наши земляки. Хюрикейны делают. Кстати, прикольная тема. Есть у меня планы определенные на это лето с этими приманками. Сейчас попробуем пообщаться. Вот Рома Корчагин стоит. Ром, привет. Привет. Так, слушай, короче, у нас есть такая задача. Мы хотим летом половить жериха на Волге. И вот мне сказали, что твои приманки, они будут лучше всех. Вне конкуренции. Да, я согласен. В последние годы приманки класса Тейл Спиннер, наверное, являются одними из самых востребованных для ловли жериха. Я с удовольствием себе порекомендую и соберу комплексик для этой рыбалки в наших условиях. Я думаю, нужно взять в расчет серебряный цвет. Наверное, в двух размерах 21 грамм, 35 грамм. Самый, наверное, популярный цвет. Он работает везде. Белый цвет классика в размере 28-21 грамм. Класс. Веса значит 21-28 грамм, да? У нас вышли новые расцветки. Мы их в течение прошлого года тестировали в наших условиях по разной рыбе. Вот эти с голубой спинкой, с розовой спинкой. Цвет тут вообще классный, прикольный. И хочу заметить, вот такие яркие провоцирующие расцветки очень часто работают по жериху тогда, когда не работают привычные рыбалон, серебряные, либо белые цвета. Я с удовольствием тебе положу их тоже. 35 грамм, 18 грамм. 18 грамм от 21 грамм отличается только размером лепестка. 18 грамм уменьшенный лепесток, что позволяет ее закинуть дальше и провести более быстро. В сильном течении он не так вибрирует и не так настораживает рыбу. То есть на дальность заброса влияет размер лепестка также, да? Конечно. Такая 28 грамм. 28 от 35 грамм также отличается размером лепестка. Он очень классный цвет. Вот это, ребят, это универсальные цвета, как нам сказал Роман. А это уже провоцирующие. Тогда, когда на эти не клюет, будет клевать на эти. Кстати, я смотрел в ролике, по-моему, у Сани Демина. Что-то он такие показывал. Размеры здоровые, какие-то новинки у вас, да? Да, да. У нас есть... Немножко мы взяли с собой на выставку вот такого размера приманок. Я сейчас расскажу красненькую предысторию. То есть изначально, пару лет назад, мы решили сделать нестандартного размера большого приманки. И использовать их в первую очередь в качестве сувенира и дарить нашим друзьям, партнерам для оформления магазинов, либо интерьеров квартиры. И спустя какое-то время поступило большое количество обратной связи, чтобы сделать такого же размера приманку, но очень легкую. К слову говоря, предыдущие, вот сувенирные, они весили 200 грамм. К этому году мы подготовились и сделали приманку из очень легкого цинкового сплава. И при таком же огромном размере она весит всего лишь 80 грамм. То есть, что позволяет ее мощными снастями адекватно закидывать и проводить. То есть, она не камнем уйдет ко дну, она позволяет регулировать горизонт в зависимости от скорости проводки. И я думаю, в этом году очень большие ставки на нее именно в плане ловли трофейной щуки. Ну, может быть... Филогическая такая, которая в толще воды, да? Может быть, кто-нибудь попробует у нее поймать из Жериха. Слушай, ну для Жериха, да, такая серьезная. Кстати, я смотрел, вот в Астрахани, допустим, да, там, на вот этих банках ловят Жериха, да, на глубинах. Возможно, как раз-таки такой размер и будет интересен Жерих в Астраханске. Ну, попробуйте, по крайней мере, можно? Да. Ну, самый такой астраханский размер, наверное, это такой компактный, максимально тяжелый, 35 грамм. И еще хотел спросить, Ром. Ну, все-таки, да, там, это классика, это уже проверенное временем, там, все это работает безотказно. Ну, что-то там, какое-то у вас там новое направление, что-то было такое, да? Ну, да, да. Ребят, с этого года мы начали развивать бюджетный суббренд, он называется «Наш». На этом все. Он имеет три размера, 10, 15, 20. Мы решили с этих размеров стартануть, так как они наиболее актуальны для ловли, в принципе, в разных условиях. И 10 расцветок. Основная разница заключается в более сжатой цветовой и весовой палитре, более простая фурнитура, более простая покраска и упаковка. Но, тем не менее, эту приманку можно классно использовать, как проводник в незнакомых местах. То есть, за счет двойного крючка она очень классно пролазит на различные препятствия, камни. Но, в случае зацепа, приманку не так жалко оторвать, потому что розничная цена до начала этого года планируется всего лишь 150 рублей. А, ну, тогда да. Сейчас джигаловку с силиконом собрать, наверное, те же самые деньги выйдет. Ну, собственно говоря, ребят, вот такие вот дела. Так что к жереху на Волге я готов теперь. Короче, пойду догонять Татьяну. Она куда-то убежала, пока я тут завис с Ромой на стенде. Ага-ма! Короче, ребят, очень меня вдохновило. Во-первых, во-первых, розовые спальники. Розовые спальники, гамак. А, блин, это они не розовые, это освещение. Освещение? Ну, вообще, я Жеке говорю, что я очень хочу себе саб, и тогда я буду ездить на рыбалку и кормить Сазанов ездить на сабе. Мы тебе прицепим диппер, и ты будешь с диппером на сабе. Да, короче, мы идем смотреть сабы. Короче, посмотрим сабы сейчас, или как они, саб? Саб, саб. Не, ну, были на море, покатались, интересная штука. Да, и на автобе катались. А, и на автобе катались, так что, ну, сейчас посмотрим, короче. Все, я загорелась. Во, нормально, да? На водохранилище на таком ездить. Ребята, посмотрите, я не знаю, это, наверное, что, вездеход уже, это не квадроцикл, просто размером встаню. Как я и говорил, в рыболовном очень скудненько. По карповой теме я практически ничего не нашел. Таня с телефоном не расстается, и я принял решение, чуть попозже съезжу в компанию Фишмастер. Что-то Таня тут приглянулась, ребят. Ой, ну здесь хоть какая-то тишина. Там кто-то спит, нет? Иди посмотри, Таня, там никого нет внутри. Что, нету? Есть. Какая совесть. Не, ну, ребят, короче, пока эту систему поставишь, уже рыбачить не захочется. Представляете, вот этот каркас собрать, потом все это натянуть, закрепить. Такая себе история. Чего-то я сегодня много критикую. Вот такой надо на нашу ПВХ-шку, ребят. Таня, встань рядом с мотором. Да уж. Таня, встань. Ну что, друзья, вот я и добрался до офиса компании Фишмастер. Компания довольно-таки серьезная. На рыболовном рынке России порядка 25 лет. Представляет такие бренды, как Граф, Релакс, Ханза и многие-многие другие. Сейчас нас там должен ждать Дима Волков. Все нам расскажет, покажет. Так что, я думаю, будет интересно. Пойдемте посмотрим. Что у них тут? А, открыто. Так. Туда идем. Чувствую, туда идем. Тук-тук. Дим. Жека. Ага, здесь он где-то. Я спрятался за стейном, перебирал там. Здорово. Здорово, Жека, рад тебя видеть. Ребят, привет. Так, ну давай рассказывай, что тут у вас интересненького есть. Жека, у нас всегда есть интересное. Особенно для наших дорогих и любимых рыболовок. Погнали, пока. Давай посмотрим. Прошу не обращать сильно внимания и не акцентировать на этом. Мы только с выставки, и как бы это наш зал. И поэтому здесь вот после выставки еще огромное количество коробок, которые нужно будет расложить. Выставка буквально только-только прошла. Я внесу поправочки. Ребят, была другая выставка, и компания представлялась на той выставке. А на той, которой мы были, их не было. Так и есть. Ну, как бы завел тебя в наш тайный уголок, тайную нашу комнату. Начнем с того, что в этом году компания Fishmaster приобрела нового партнера, очень долгожданного и очень желанного. Это компания Sosami. Это одни, ну как бы не одни, это самые острые крючки, по сути. И особенно они известны о фидерной ловле, своей, ну как бы легендарной, по сути, заточкой. И вот мы стали их партнерами. Сейчас ты смотришь на крючки Ryugi. Это дочерняя компания Sosami. То есть, по сути, это те же самые крючки Sosami, но отдельное спиннинговое направление, Жека. Вот ты его как раз сейчас и видишь. И здесь мы можем найти крючки, ну прямо для любого рта рыбы, если ты посмотришь, да. То есть, от самых-самых прямо маленьких крошечных крючков для наших друзей-микрушников и до там крупных, огромных оксетов просто гигантского размера. Здесь еще и крупнее, вон, восьмерка вправо, посмотри, Жека. То есть, мы можем найти практически на любой рот рыбы здесь себе крючок. Да, это серьезный, конечно. Но я слышал, ты что-то там про фидер говорил. Да, да, их знают в первую очередь, конечно же, любители и профессионалы фидерной ловли. Потому что это реально самые острые крючки. И вот, ты можешь посмотреть, у нас тут тоже все размеры, формы. Есть, чем похвастать, Жека, есть. Слушай, ну, действительно, интересный. О, вот, кстати, на Сазана будет нормальный. Блин, классно, интересно. Ну, что, так интересный крючок можно попробовать на Сазанчика. О, а это на леща такой, легенький, тоненький. Да, 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 здесь можно как бы... Вообще классный. Я, Жека, не настолько силен в ловле мирной рыбы. И здесь, наверное, самому проще понять, что для какой ты будешь использовать в дальнейшем. Но надеюсь, что тебя... Да я не надеюсь, я уверен, что тебя эти крючки порадуют. Ну, вот на Сазаника. Тоже интересный крючок. Что тут еще? О, вот, вот это вот то, что у нас... Во, во. У нас, ребят, в этом году есть планы половить сама. И, наверное, вот такие крючки будут в самый раз. Блин, может даже, кстати, такие вот крючки я и затарю на Сазанчик. Так, слушай, ну ладно. Ты давай тут нам крючками голову не морочь. Рассказывай, что тут сзади у тебя стоит. Меня уже даже, кстати, на стриме спрашивали. Жека, почему не ловишь диктатором? А я говорю, вот никак не доберусь. Но чувствую, я добрался. Сегодня, наверное, выберу я себе палочку какую-нибудь. Жека, ну про диктатора есть что рассказать на самом деле. Во-первых, появятся две новые ростовки. Это 862 и 902. Для тех, кто любит подлиннее, так скажем. Ну и еще можно порадоваться мощному диктатору. Тот самый до 70 граммов для бигбейтов, для здоровых приманок, которым я ловил прошлую осень. Он мне очень сильно понравился. Тестировал его просто от каких-то люто низких тестов, которые, по сути, не должны слышаться никак в руку. И был очень сильно доволен, честно говоря. Ну, я думаю, что как только он появится, вот я надеюсь, что к весне они сейчас придут, будут довольны очень сильно, так же, как и обычными диктаторами наши российские спиннингисты. Я просто верю в это, потому что мне он очень сильно зашел. Короче говоря, чувствительность у палки хорошая. Правильно я тебя помню? Да, мне только чувствительность. Я думаю, что и строй, за счет строя эта палка является универсальной. Это раз. Во-вторых, мощи в ней предостаточно. И она на подсечках не проваливается от коми, как многие там палки в роликах. Ну, не будем говорить кого. То есть эта палка может и всечь, и забросить, и перегрузить. Так, а мне, ребят, приглянулась вот такая вот палочка. Это 762, где у нас фокус? Вот фокус с тестом 7,28 грамм. Что-то никак не наведется фокус. Видать, света не хватает. Я думаю, для наших мест, в плане вот Ахтуба, Дон, будет прям самое то. Такая она жесткая относительно. Блин, ну классно. Вот в руку взял, мне прям понравилось. Наверное, начну сезон я в этом году вот с этого удилища. Чувствую я. Чувствую. Что-то мне подсказывает. Есть такое наитие. Так. Да. Да-да-да. Я, конечно, понимаю, что для идеальной ловли нужно большой набор удилищ, да? Но не всегда и не каждый рыболов может себе позволить 10 палочек. А в нашем случае для Ахтубы, для Дона, это, я думаю, оптимально будет. 28. Дим, скажи, а если вот немного перегружу ее? Критично это будет? Ну, если 28 грамм, а я 32 буду кидать. Я думаю, что это не будет критично. Не думаю, я их перегружал. Это не будет критично. Но единственное, что ты сам понимаешь, высшее заявленного теста на силовых забросах, это опасно. Да, нет, ну силовые забросы, понятно. То есть, ну, легонечко, там, 32, с лодочки можно кидать. Блин, ну вообще шикарно. Тогда шикарно. Все, я определился, короче, вот это вот мне заверните. Мы тебе, конечно, завернем. Напоминаю, что 762, два цифры, это, значит, две части. То есть, спиннинг состоит из двух частей. А 7 футов и 6 дюймов, и сами переведем, это примерно получится 229 сантиметров. Ну, нормально. Ну, то есть, как бы... 2,30 с лодки нормально. И с лодки, и с берега. И с берега. Такая оптимальная длина. Ты же ищешь там по кустам, особенно, когда вода падает будет. О, это я обожаю по кустам. Прям твоё ощущение. Так, ну ладно, что в руках? В руках у меня те самые диктаторы. Ой, уронил. Ну, видите, да, ничего не случилось. Ничего не бояться, да? Да, да, да. Ну, фактически так, в принципе. Всю зиму, весь сезон я отловил предсерийными диктаторами. Фразен. Это классные зимние удильники для ловли судака, щуки, окуней. Там, в принципе, можно использовать их для ловли со льда. Ну, как бы наших рядовых хищников вообще везде практически и смело. Они будут выйдут в двух ростовках. Это 56 и 66 сантиметров. Ну, мы видим вот такие вот две ростовочки. Ручка будет и эво для любителей эво, и пробка для любителей, соответственно, пробочки. Кто что любит. Здесь плюсов, конечно, тоже огромное количество. Во-первых, металлических холодных частей их минимально. То есть, мы видим тут колечко и тут колечко. То есть, рука будет на тёплой части у нас находиться. Это очень хорошо смотрит. Лично, как я считаю. То есть, это очень важно. Сзади мы видим грибок. То есть, у многих удочек здесь какие-то колечки, которые там... Если вдруг рыболовы ловят вот таким вот образом, а мы знаем, что... По-разному ловят рыболовы. По-разному ловят, да. И здесь будет тоже тёплая составляющая. Это как, знаешь, я ловил пистолетным хватом. То есть, вот так вот держал удочку. И мне кто-то в комментариях написал. Вот когда удочку возьмёшь нормально, тогда и судака будешь просекать. А то, что ты пистолетным хватом держишь, и у тебя получается... Есть возможность так вот дёрнуть удочку вверх, да, быстрее протащить. Мне кажется, ну, намного удобнее. Нежели вот когда ты вот так вот держишь. Ну, мне кажется, как-то так вот более удобно. Здесь есть различные, так скажем, мнения, да, кто как считает. Но на самом деле, лично как я, я бью не удочкой, не удочкой. А плетёнкой. А шнуром и напрямую. Потому что удочка в процессе подсечки, она даёт ещё это. Если я на коленях в этот момент стою, да, то есть... И вот мне нужна короткая, жёсткая подсечка, не спалиться в этот момент. То самое оптимальное, это подсёк, и сразу начинаешь выматывать. То есть вот таким образом. Казанцы ловят именно так. У них короткие при этом удочки, они примерно вот так вот. Раз, хоп! Так никто не спалит. И они вот таким образом... Это самое главное дело не спалиться. Да, да, да. Здесь главное в нашем деле не спалиться. Ещё в чём плюс этих удильников. Здесь в дальнейшем, то есть для ловли курком, будет под пальчик выемка небольшая. Те, кто именно пистолетиком у нас ловит. Тоже считаю, на мой взгляд, это будет хорошо. Интересно. Это один из плюсов. Удочки лёгкие. Они внутри не пустые. Очень важно. Потому что многие жалуются на то, что ломаются. С Александром Дёминым я поговорил. Да, то есть он говорит, ни одной удочки за зиму он не сломал. Удивительно. Знаю, Саня... Саня, блин... Мог сломать. Я тоже могу сломать. Я ломаю всё, что у меня есть. Так что это нормально. Кстати, насчёт зимы ещё, Дим, по удочкам ты сказал. Я хотел ещё ребятам кое-что показать. Я тут увидел. Пока проходил, краем глазок увидел. Ребят. Висят они, значит, здесь красавчики. Вот они. Блин, я не знаю. Я просто вот глянул сюда и понимаю то, что... Была бы моя воля, я бы сейчас десятка, два, три бы на следующую зиму бы приготовил. Вот. Вот он. Это уже легендарный старый цвет. Где новые-то цвета интересные? Новые цвета выше. А, да, их разобрали. Разобрали, да. Мы практически ничего найти уже не сможем. Вот новый цвет. Вот этим цветом я на дану ловил. Что-то ещё интересного есть. А-а-а. Блю Рубин. Л-320? Тоже уже на штучках остались они буквально, да. Тоже разобрали, да? Разлетелось практически всё и сразу. И здесь я бы, может быть, и рад похвастать, сказать, что вот у нас много приманок. Не, ну, понятное дело, конец сезона. Сейчас смысл, то есть, как бы их там в большом количестве держать. Ясное дело. Что Дим ещё скажешь по ВИБам-то? Ну, в общем, всем фанатам Баздея и друзьям нашим, конечно же, в первую очередь хочу сказать, что информация собирается, ведётся работы с различными рыболовами в различных регионах. И к следующему сезону будут разработаны новые цвета компании Баздея, друзья. Поэтому ждите новинок. Обязательно они будут. Я веду интриги. Веду уже как. Слушай, ну, блин, я ещё не успел новыми этими цветами обзавестись. Вот такой цвет мне очень интересный. Я в 90-м размере. Ой, я что-то уронил. Взял бы такой вот красавчик. Да вот цвет тоже классный. Я видел, кстати, на камере ребята вот на такой цвет хорошо ловили, да? Было дело? Да, да, конечно. Он у меня, помнишь, решал на рыбалке. Я его... Этот цвет у Рустама Мухаммешина стырил в коробке и в итоге... А это старый цвет? Да, это... Ну, как нет, это не старый, это... Ну, не вот который в этом году. Это не этого сезона. Не этого сезона, да. То есть мы уже в прошлом году, в начале мы как раз часто очень его использовали. Ага, понятно. О, и тут, кстати, лежит, ребят, наш любимый релакс копыта 3 дюйма. Да, Дим? Да. Кстати, что, может, по резине что-нибудь интересного расскажешь? Ты прямо за живое берешь, Жека, да. В этом году компания релакс предоставит на российский рынок новые размеры этих самых знаменитых турбо-твистер, так называемый, в размере 4,1 и 6,5 дюймов. А также будет Кингшет, 7,5. Да, вот такой вот здоровый будет просто биг бейт для фанатов как раз крупных приманок. Ну, и еще, конечно же, появятся новые Огайо 7 дюймов. Вот такая вот штука. Дим, ну а вот интересно, да, вот сейчас я смотрю, тенденция есть такая, что все переходят на большую вот резину. Скажи, это для того, чтобы поймать большую рыбу, я так понимаю? Ну, конечно, 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 все гонятся за трофеями, видят, что во многих соревнованиях, соревновательных процессах побеждают именно при ловле на крупные приманки, так называемые биг бейты. И от того, как бы стремятся, действительно, большому куску рот радуются. Это действительно так, зачастую никто с этим не поспорит. Ну, а если вот с берега ловишь, допустим, большие, вот ставить размер резины, есть смысл? Потому что, я думаю, большинство-то с берега ловит, да, рыболов? Есть, ну, как бы есть. Если есть наличие крупной рыбы, то есть смысл. Ямка, да? Ну, не всегда же крупная рыба в яме. Ага, то есть даже не обязательно яма нужна. Просто наличие крупной рыбы. Ну, как бы, да. Единственное, что, как понять, может быть, не каждый способен на это, да, но, в принципе, в принципе, крупная рыба не всегда стоит на большой глубине. Понял, понял. Давай, наверное, что-нибудь еще нам про плетенку расскажи. Новый сезон, я всю плетенку, я нафиг, поразорвал. Так что, давай, показывай. Ну, вы видите, что у нас тут есть, конечно же, и вариас. Ну, как бы, любимый многим и полюбившийся. Но, если присмотреться, то вот эта вот Pandora X9, которая появилась-то в том году-то, ее нету нифига. В смысле нету? Ее уже нету, все разобрали? Да, будет, не переживая. Будет мультиколор, самое главное. Да, ладно. Да, 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 да. То есть, будет разноцветная. Это моя любимая. Остатки, буквально. Мне она тоже очень сильно нравится. И я, как бы, вот на такую, на полторашку щуку на десятку ловил, допустим. Как бы, вот. Ну, я полторашку не ставлю, я ставлю единичку. А там, где стоячая вода, там 0,8 ловлю. Ну, как бы, здесь многие исходят из условий. Вот и все же. Ну, конечно. Дальше на течении и так далее. То есть, и коряр не теряя. Дальше заброса какая нужна, там, и так далее. Напомню, что она абразивоустойчивая. То есть, это плетенка, которую я ловил в корягах. И щук выдирал, который вот у меня между коряг. Там где-то там полосовали. То есть, на мой взгляд, это цена-качество плетенка сейчас. Нет, нет. Друзья, я вас от вас в это не скрываю. То есть, это очень хорошее шло. За свои деньги прям замечательно, я считаю. Да я даже, может быть, не дождусь на Anacolor. Может быть, даже вот такой вот возьму. У меня на всех катушках намотано. Потом уже когда-нибудь перемотаю. А начало сезона, наверное, вот с такой начну. Потому что в зиму все плетенки перемотал на зимние удильники. Их все подрал об лед. Так что теперь надо новые плетенки на катушке осенние и весенние намотать. Ну, если как бы хочешь знать мое мнение, нужно обязательно в процессе рыбалок, особенно больших минусов, проверять шнуры, так как они в месте переднего, колечек, которые замерзают, на глубинах, на которых застаиваешься, они там вытираются. Ну, как бы это хорошо держит. И потом при подсечке что происходит? При подсечке происходит обрыв. Конечно, не вызываешь этот момент. Это любую плетенку. Конечно. Абсолютно любую. Ну, зима ема. Не, поэтому я говорю, ту плетенку, которую зимой использовал, сейчас я использовать ее не буду. Это будет опасно. Так, ну что, есть что еще рассказать интересного? Жека, если мы с тобой будем рассказывать все, это шуток не хватит. Мы рассказали про основное, про наших партнеров, которые нам в этом году, так скажем, много чего предоставили. Мы как бы рады с вами поделиться этой информацией. Ну, а дальше, конечно, следите за нашими каналами и за Жека. Я думаю, он тоже поделится с вами информацией, которая появится у нас свежая. Так как он наш друг. Обязательно. Обязательно. Ну что, друзья. Собственно говоря, я по спиннингу, по плетенке определился. Так что впереди будет интересный сезон по щуке и судаку. Конечно же, не будем забывать про Сазана и Амура. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я погнал догонять Татьяну. Давайте. Всем добра. Пока-пока. До новых встреч.